Игорь, когда вообще речь идет об экранизациях, всегда вспоминают оригинал. Вы, я так понимаю, один из немногих актеров в этом фильме, кто оригинал прочитал после того, как ознакомился с сценарием. Ну, перечитал, вернее, так скажем. Потому что режиссер как раз акцентировал на том, что он не захотел перечитывать Пушкина, чтобы не погружаться в атмосферу оригинала. Ну, чтобы сохранить свою интонацию какую-то режиссерскую, я так понимаю. Да. Какая интонация у вашего персонажа? Потому что ваш персонаж как раз это нечто новое, да? Ну, это не совсем новое, это просто объединение нескольких персонажей. Потому что там есть у Пушкина князь Верейский, старый пожилой князь, за которого Маша выходит замуж. Конкурент главного героя. И есть управляющий имением, по-моему, Ганин. И здесь они объединены в одного персонажа по фамилии Ганин. Который коррупционер, бла-бла-бла, в общем, совершенно... Главный мерзавец и подонок в этой экранизации, во всяком случае, точно. Как вам работалось? Прекрасно. У нас была прекрасная команда. Это растянулось на несколько лет в результате этот процесс, потому что мы начинали снимать с одним режиссером фильм. С кем? Был Кирилл Михановский, такой режиссер, который приехал из Америки и там работает, и там снимает. И его позвали, он начал снимать, но мы не успели снять. Потому что там зима, зимняя натура, и не успели мы снять. И Даня Козловский ушел. Исполнитель главной роли Дубровский. Дубровский, да. Он ушел как раз на лед играть Харламова в легендинуме 18. И все это, вот мы там сняли полторы серии сериала. И это все... Изначально планировался как сериал, но в результате получился просто полный метр. Причем я так понимаю, что за кадрами этого полного метра, вернее за рамками полного метра, остались очень многие вещи, которые как бы отсылали именно к Пушкину. Допустим, там катание на... Важная вещь. Там есть охота на медведя. Она осталась. Она осталась. Там вообще весь сюжет пушкинский сохранен. Там мне расскажут, что оператор ходил с Томиком Пушкиным, в отличие от режиссера. И все по сюжетной линии сохранено абсолютно. Но там есть предыстория Дубровского в сериале, потому что он приезжает из Москвы и там бизнесменом трудится. Он банкир, по-моему, по сюжету. Там у него есть драматическая история в первой серии, когда он вынужден делать нравственный выбор. В первой условной серии, потому что это все-таки не сериал. В кино ее нету, да. Вот эта история вообще... Поэтому в кино все немножко сжато, немножко, может быть, не хватает завязки. Там пришлось чем-то жертвовать, чтобы это вот ужать в два часа, три с половиной часа материала, в два часа спрессовали. Поэтому мне кажется, что это все-таки на телевидении должно иметь другой немножко эффект, нежели кино. Ну, наверняка, так и будет, если когда-нибудь мы сериал увидим. Непалиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». geez seemed лишь до первой син faculty. Общmara в 19.30 на телеканале «Москва-24». Д alertsASE в 19.30 на телеканале «Москва-34». Пасьте начинают открылось, что это не четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».